привет друзья меня зовут алекс и мы с вами в игре фрэнбоу и там он морковка на лодке с ананасами полетела или с апельсинами вот здесь он не пролетел смотри а мы кстати можем а ну-ка ох эти цветы огромные интересно они вкусные на вкус как мед да здесь все на вкус как мед наверно ну-ка трон короля интересно удобный ли он интересно почему короли всегда сидят вот она истина чтобы быть королем нужно сидеть ты сказала что нам нужно найти гору котром и великого волшебника да 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 но вначале мы наверное с вами сгоняя здесь на что давай-ка изучим о я охотился за правдой но открыл нечто другое я обнаружил то что мои чувства не в силах показать я нашел истину которая молча таилась неизвестности ленка стилью один из тысячи много лиц выглядит любопытно эти лица плачут кровью ленка стилью один из тысячи интересно что это значит 11 июля 1908 года меня зовут ли он сейчас мне 92 года и я живу один в маленьком доме вдали от города стоит признаться я никогда не любил драгоценности дома и одежду самого детства разговаривал с животными растениями насекомыми не хотя я не получал ответа я никогда не отступал и при пришлепанная причпоканная записка еще страницы если вы это читаете возможно вы ищите ответы видите то что не видят другие или можете чувствовать то что люди что другие избегают вы можете прислушаться к тишине мистер ли он старый и кажется грустным посмотрим что он написал возможно вы видите то что не видят другие то очень похоже на меня интересно у 17 декабря 1875 года я не могу остановить это я не могу контролировать я вовсюду вижу черные тени кровь приз послание крики боль я не могу понять почему это происходит со мной черные тени я тоже их вижу они повсюду ты видишь видишь опа плачет того что больно да жутко монстры других людей делает больными камень мудрости в моей голове даже какой камень мудрости 19 декабря 1875 года у меня было видение я все еще вдыхаю страх и веду борьбу со своим собственным разумом одна из теней спустилась небес я подумал что это ангел его звали ремар принц тьмы из пятой реальности он говорил со мной игрался и показывал мне всякие ужасы он сказал мне что я ключ к его существованию а ты так сильно страдал что и вызвал его своими страданиями так сказать призвал нам пары короче летающий доктор которые пушистые с хвостом монстр он он сказал что они в шестой реальности живут хрен ремар вот этот вот он с пятой реальности они постоянно его боятся что он к ним придет а дверь осталась открыта в моей голове камень мудрости в моей голове 13 января 1876 года я вижу себя повсюду другого себя говорящего ложь рассказывающего о всей боли и страдания в своей жизни другой я хочет чтобы я совершил самоубийство он улыбается когда произносит эти слова убей себя и я пытался загипнотизированы его словами но всегда было что то что спасало меня должно быть это любовь к жизни бедный мистер леон хотя мне нравятся рисунки ах это хорошо должно быть это любовь к жизни камалы 15 января 1876 года я повстречался с тенью впервые она заговорила со мной их раса называется камалы они выискивают слабость и боль я спросил тень об одержимости человеческими телами и она ответила мы рождаемся и кормимся от страха и неконтролируемой болезни человеческого разума для них мы невидимы но наше существование охватывает каждую живую клетку тела до самого конца после этого начался дождь и тень покинула меня оставив за собой масляный след полагаю вода может их очистить 16 января 1876 года увидев как камалы реагируют на воду я решил провести небольшой эксперимент а прошлой ночью я обнаружил нечто удивительное получается что камалы превращаются в новый вид существ когда подвергаются воздействию воды и и они тают как злые ведьмы в сказках ах мирные существа если бы я выглядел как они я бы отправилась пугать плохих людей на метаморфозы было больно смотреть после ужасных криков камала успокоился и начал плакать на земле казалось будто боль исчезла спустя несколько минут передо мной возникло яркое мирное существо казалось будто яркое существо могло читать мои мысли я благодарю вас за то что разбудили меня я страдал я должен был отправиться туда где мне есть место и верста ждет мы же сейчас с вами выверсти всем валоком стоит отправляться туда после пробуждения пойдемте со мной если хотите увидеть свет у вас есть ключ он сказал я не ответил спустя некоторое время он исчез валок с ключом могло читать мысли немного страшно по моему мы всегда боимся вещей которых не понимаем особенно если они кажутся хорошими 2 февраля 1876 года я перечитывал свои записи чтобы убедиться что ничего не упустил я вспомнил ремора из пятой реальности если существует пятая реальность должны быть по крайней мере еще 4 я подумал что и верста может быть не городом в этом мире а самой реальностью хотел бы я чтобы все ответы пришли ко мне я глубоко сожалею что не принял приглашение валок а раз два три 4 5 есть это вот разные слои реальности видимо так получается с тех пор как я увидел валок эта схема постоянно вертится в моей голове как и одно предложение время это ритм вашего восприятия офигеть 13 марта 1876 года меня навестил мой сын браин и рассказал ему про то что я видел но он не захотел слушать и ушел я его не виню я понимаю что моя реальность невидима для большинства людей хотел бы найти друга похожего на меня потому что он мой сын он думает что я безумен одиноко без семьи да вам стоит завести кота мистер ли он мой сын думает что я безумен а ты не безумен я же вижу ты здоровая прям 25 июля 1876 года прочитала фрэн мое тело и разум начинают понимать закономерность жизнь становится довольно легко контролировать когда вы исключаете все социальные законы и будете применять лишь законы нашей реальности ведь они являются не только законами но и манерами поведения химическими манерами поведения законами природы без этих манер поведения без этих законов мы бы не существовали порой мне хочется быть листочком на земле спокойным покуда приближается смерть и нужно подучить химию чтобы понять что он имел ввиду это может оказаться интересным понять как мы устроены и все такое ой он кажется грустным это печально о 11 ноября 1876 года прошлой ночью после урагана огромный зверь посетил мой сад на несколько секунд а потом исчез я нашел странную бутылку с розовой жидкостью на том самом месте где приземлился зверь я не могу в полной мере понять содержимое бутылки я обнаружил красные кровяные тельца и нераспознанные бактерии кажется бактерии избавляют любое живое существо от негативного воздействия я полил небольшой я полил небольшое количество розовой жидкости на умирающее растение и она расцвело через несколько минут я порезал палец чтобы проверить жидкость на человеческих тканях и порез затянулся через пару секунд эти бактерии могут действовать в качестве тромбоцитов и лейкоцитов но с очень высокой скоростью ой что же это может быть за существо ах таинственная розовая жидкость и рада что растение поправилось расцвело это вот он наш доктор блин забыл кого зовут по парацельс нет и парацельс не помню 22 ноября 1876 года мне снились тысячи черных котов окружающих мой дом большие желтые глаза смотрящие в мой сон существа населяющие и версту разнообразны от корней до гигантских насекомых корни были первыми в этой реальности насекомые прибыли позже я выучил их языки числительные вот она кстати морковка вот он корень который был подождите не корень был это король ухты мне нравятся эти картинки много котят и красок ах и верст окажется будто из книги дует свежий ветер похоже кто-то вырвал несколько страниц кстати блин точно что за вандал сломал книжку а о великие валоки являются началом первой реальности праймитив свет щит валок похоже на шлем алфавит 28 букв что ли офигеть это буквы они смешно звучат вах ах мне нравится маска по моему они называют ее щитом 299 792 459 лет дожди это очень много строение тела волока довольно разница с нашим они состоят из фотонов и звуковых волн также они одновременно мужского и женского пола когда детеныши достигают 299 792 и 459 лет их коронуют щитом офигеть жьяр создание великих валок король и версты второй реальности жизни а первая реальность это примитив это энергии вторая реальность это жизнь создание великих валок это жьяр это жьяр же нас это самое отправил к доктору чтобы мы обалдеть чтобы у нас руки-ноги появились в 13 февраля 1877 года во время пребывания выверсти ты становишься тем кем бы ты мог быть а кем бы ты не мог стать на земле здесь листья поют падая с дерева а вода шепчет свою мудрость когда ты ее пьешь ах красивые существа они мне нравятся мне нравятся деревья кристаллы и трава все мудрость в воде опа пандора создание пяти реальностей неотъемлемого существования находится в человеческом мире в третьей реальности земля марса юпитер сознание практика воли офигеть это солнце и вот орбит и чистить серьезно странно но реальности же не на планетах мы в своей реальности они в своей реальности интересно создание пяти реальностей неотъемлемого существования находится в человеческом мире в третьей реальности человеческий мир третья реальность жизнь вторая синерсиде конец колебаний когда оба конца противоположности одинаковы находится в третьей и четвертой реальностях смерть а когда колебания в начале и в конце одинаково то есть короче близится к нулю то есть как перед рождением и после смерти типа одинаково же все происходит и по идее по идее да есть в этом зерно так сказать конец колебаний ну да когда оба конца противоположностей одинаковы находятся в третьей и четвертой реальностях смерть 3 это наша типа человеческая мабука конец света как много голов видимо это существо много думает кровь повсюду конец света вот на тангел он типа за руку грубо говоря держится с мабукой или вот это вот мабука это пере переходит в этого монстра ну короче интересно 23 марта 1877 года вот на кстати пентак пентакля пинта пентаграмма мать мабука отпускает меня я провел 15 дней здесь в логове мабуки и я устал мне больше не нужно прятаться от боли ведь она является частью меня кажется будто любовь везде и во всем мне нравится плакать мне нравится смеяться мне нравится быть живым то есть мабука это конец света и она его забрала что ли получается он умер как он это писал если темные вещи из тьмы такие темные как они друг друга находят может им нравится темнота потому что они такие уродливые и они настолько уродливы что предпочитают не видеть друг друга запись без даты я готовлюсь вернуться домой мабука отправила меня в бесконечные пределы логово мабуки мабука отправила меня в бесконечные пределы логово мабуки и я жду люцифернов я должен подружиться с ними точнее стать одним из них люциферны собираются в нити вот почему они выглядят так будто отращивают волосы а большое лицо служит средством общения и отпугивает хищников надеюсь мое тело выдержит путешествие это вот эти самые люциферны и есть кому мы гребешок то давали они вот на деревьях висели собираются в нити ага точно должно быть там сидит мистер ли он это те сияющие насекомые а где гребень 2 октября 1878 года гравитация собирает частицы чтобы создать новые это сила созидания а с созиданием эволюция неизбежно что это рисунок слева похож на антенну но есть немного ох нет это вырвал остаток книги и никогда не узнаю что произошло с мистером лионом да ребят вообще пипец охренеть он собственно всю серию мы с вами мечтали дневник мистера лиона благодарю вас за внимание друзья не забывайте подписываться на канал бейте в колокол и вступайте в паблик контакте и пишите свои комментарии ставьте лайки не забывайте нажимать букву а и в правом верхнем углу экрана и мы с вами в следующей серии пойдем изучать иверсту всем удачи и до встречи и